Всем приветулечки! Я вчера пропустила, первый раз не выложила и не сделала, и его не будет, видосик про наш вчерашний день. Ну, на самом деле, там и выкладывать нечего, потому что я полдня снимала расхламление, потом занималась и потом побежала на встречу с подругой руководителя Ника. Вот, мы с ней погуляли, а потом с Ником и с ними, и с Пашей пошли в кафешку посеять, поболтать. Вот, ну и просто снимать было как-то неудобно, ну и потом они даже в соцсетях не присутствуют, такие, они не любят все это, поэтому незачем. Поэтому контента просто нету, и вчерашнего видео нету. Но сегодня будет день, в принципе, по тому же сценарию. Единственное, что я хочу сходить здесь на разведку, в ремонт обуви. Потому что у меня строчка на ботинке лопнула, и нужно зашить. До ремонтника идти, правда, до хрена далеко, наверное, километра два с половиной до ближайшего. По сравнению с тем, что у меня в Москве от дома он был в 50 метрах, просто в соседнем подъезде практически. Это, конечно, не очень удобно. Ну, главное, чтобы сделали хорошо, и главное туда дойти. И если еще быстро сделают, то будет вообще идеально, потому что у меня здесь только две пары обуви, кроссовки бежевые, замшевые, и вот эти ботинки черные, кожаные. И, конечно же, я хожу практически все время в черных ботинках, потому что сейчас дожди, ну и в кроссовках как-то не очень. Я сейчас даже не бегаю, потому что я понимаю, что, ну, просто я только выйду в лес, и кроссовки тут же убьются. Вот, ну а сейчас буду снимать видосик, покажу кусочек, наверное. Я выгляжу, как новый русский в обливной дубленке. Блин, знаете что? Вот. Эта маленькая собачка сделала вот это. Это была лейка. Это была... Была лейка. Но сейчас в этом даже невозможно узнать лейку. Я сейчас сижу, слушаю лекции скиллбокса по автоворонке, и параллельно сейчас решила проверить, где моя посылка с ASOS, потому что ASOS писал, что должно было приехать все вчера, в четверг. Но посылка еще только зарегистрирована на сервисе доставки Омнива. Вот. Там тоже ничего не понятно. Тракт номер я проверила. В общем, я им написала в службу поддержки. Она у них там не онлайн, а нужно оставить свои контакты. Я их оставила. В общем, сейчас жду, что из этого вообще выйдет, потому что очень странно. Вроде как никаких доп. деклараций или что-то в этом роде мне заполнять не нужно. Все должно быть в порядке. Но почему-то, почему-то вот какая-то задержка. Я не понимаю, почему. Я выдвинулась сейчас в сторону ремонта обуви. Идти до него 10 минут. И работают они то ли до 6, то ли до 7. И не знаю точно. В общем, вроде как я успеваю. Телефона у них нет. А вторые ремонтники, которые тоже там рядышком, они не отвечают по телефону. В общем, сейчас зайду к одним вторым, узнаю, сколько стоит ремонт обуви. Потому что у Ника на трекинговых ботинках распоролась декоративная строчка. И печально они так выглядят. И на моих грузинских ботинках тоже распоролась строчка. Вот то, что на... Господи, забыла. Не знаю, как. В общем, накладка со стороны носка, в которую вставляются шнурочки. В общем, там тоже лопнула строчка. И поэтому нужно все это починить. Сейчас вот пойду узнать как раз, сколько это стоит. Потому что Ника говорит, что если это стоит каких-то безумных денег, то проще ботинки будет выкинуть бакуровые. Вот. Так что сейчас буду узнавать, сколько это стоит в Риге. Потому что, ну, в Москве такую строчку было бы проложить, что на одних, что на других, ну, рублей 300. Я думаю, 500 максимум. Поэтому 10-20 евро норм. Если будет дороже, то... Никовские не буду делать, а мои нужно сделать по-любому, потому что... Потому что другой обуви носить у меня нет. Я сейчас вот иду в кроссовках. Вот. Но в дожди это совсем не очень, ходить в кроссовках. Ну и более того... Купить новый, подобный будет стоить евро 200. Вот. Гораз дороже, чем отремонтировать. Поэтому вот я в любом случае их ремонтировала. На самом деле я уже неделю, наверное, гуляю в Риге. Преимущественно в дождевике. Потому что он не продувается и не промокает. Погода переменчивая. Могут обещать дождь, он не пойдет. Либо не обещать его, он пойдет. Температура где-то 12+. Поэтому в принципе у меня под дождевиком надета футболка и свитер. И мне хорошо. А, ну и под джинсами у меня термуха, потому что такой холодный сырой воздух. Он продувает противно. И в термухе гораздо приятнее. Поэтому хожу в термухе и в дождевике. И комфортно, хорошо. Так. Заходим. Очень все похоже. Какой зейка. Слушайте, это успешный успех. Потому что ботинки Ника, там оба ботинка стоили 4 евро. А мой ботинок один стоил 3 евро. В общем, в общей сложности получилось 7 евро. Отличная цена. Это такие же цены, как в Москве. У моего грузинского дядьки. В общем, супер круто. И дядька русскоговорящий. Такой адекватный. Попросил только шнурки вытащить. Чтобы ему удобнее было зашивать. Иду сейчас по нашему району из магазина домой. И вот тот самый дом культуры, как я его называю. В общем, здание Министерства культуры латышского, которое не страдает от недостатка финансирования. Потому что оно как вечер, так оно вот таким образом подсвечивается. Видите? Вокруг всё тёмное, только здание культуры. Горит, как шар огненный. Я в тулип, только для тех, кого не покрестили. А я крещённая. Горит, как шар огненный. Ну что, я баскетболист. Вы заходили к Николу сутки, Траппе? Сладко спит. Мы сейчас вышли погулять. Хотя уже засели на ночной кельсианс. Но Траппе заставил нас пойти погулять, потому что адски скулил, прибегал и гавкал. Ну что, типа, вы видите меня погулять. Поэтому мы сейчас всей бандой идём. Идём на улицу. Выгуливать эту маленькую засыку. Мы желаем всем спокойной ночи. Затру? Да.